Навалили какого-то кринжа. Боже мой, это пипец. Серьезно. О-хри-не-ть. Всем хай! Меня зовут Лиса. Ну, возможно, что? Ладно, неважно, я забыла, как записать вступление. Подождите, давайте еще раз. Всем хай! Здравствуйте, другие друзья. Я вспомнила. Сегодня мы будем распаковывать вот такой вот адвент календарь от Essence. Вы знаете, насколько я помню, всегда у Essence были потрясающие адвент календари. Вот всегда. Я их любила. Этс адвент календарь был один из самых дешевых адвентов, которые я покупала в этом году. И стоит он всего 29 евро. Ну, в пересчете на наши деньги 3000 рублей, плюс-минус. Собственно, выглядит он вот так. Давайте его распакуем. Какая плотная пленка. Итак, смотрим. Ох ты, боже мой. Да, и он реально, он выглядит даже... Он выглядит как книжка! Вы посмотрите! Это так круто! Вау! Вот это вот я понимаю. Вот это вот серьезно. Это не то, что вам просто навалили какого-то кринжа. Возможно, там продукты, конечно, будут не очень, но мне почему-то кажется, что с таким оформлением все должно быть хорошо, учитывая, что Essence реально ни разу не подводил. Значит, у нас в этой книжке раз страница, два страница, три страница, четыре страницы. Крутейший! Ну что, поехали распаковывать? Так, первая страница. А, они тут хаотичны, потому что здесь есть цифра 2. И цифра 24 прямо на первой страничке. Здесь у нас цифра 1. Я ее нашла, она была на второй. Давайте распакуем. И здесь у нас были тени для бровей. Подождите, это хайлайтер для бровей и для глаз. Eyeshadow, brow, хайлайтер. Акцент английский из Very Good, I know. Что вы мне сделаете? Извините. Вау! Вау, вау, вау. Ни больше, ни меньше. Красиво, пипец! Выглядит невероятно. Очень-очень красиво. И вот эта вот рождественская упаковка, вот этот вот дизайн мне очень нравится. Цифра 2. И что? Вау, она матовая. Смотрите, какой красивый цвет. Это так круто выглядит на камере и в жизни. Я прям рада. Балдеж, мне очень нравится. В номере 2 была вот такая вот потрясающая помада. Извините, я буду делать это миллион лет, потому что мне очень-очень-очень нравится, как она выглядит. Пахнет, как стандартная помада Essence, но кто знает их аромата, и они сразу поняли. А кто не знает, мне очень тяжело. Пиздите, извините. Но это прям балдеж. Хэштег заплатить. Красиво. Три. Сначала нужно ее еще найти, этот цифру. Ага, и вот тройка. Судя по всему, здесь опять будет помада, но мы и не против. Здесь вот такая вот миниатюрка лака для ногтей, молочная бежевая оттенка. Это уже не первый раз, когда мне в адвент календарах попадается лак для ногтей. Я не вижу никакой проблемы в этом. Это прикольно, это иногда, ну, действительно нужно, потому что даже сейчас у меня не гель-лак, у меня обычный лак для ногтей, который я купила, кстати, тоже от Essence. Лаку миллион лет, и он хороший. Лайк. Четыре. Смотрите, что-то большое. Наверное, тушь будет, да, вы подумаете? Так, это не тушь. А что это? Это блин! Ну, нет, в смысле, что это блин? Это не блин, это это. Для бровей щетка, щетка для бровей. Боже мой, вы бы знали, как я всегда радуюсь, когда кисти открываю. Я так люблю кисти, вот серьезно, я прям божаю кисти за вообще мой краш-концент. Та-да-да-дам! Та-да-дам! И это вот такая вот абсолютно очаровательная кисточка от Essence в новогоднем стиле. Кстати, я считаю, что кисти Essence одни из самых бюджетных, и они реально крутые. У меня несколько кистей, которые я прям уже обновляю не первый раз, это кисти Essence, они мне очень нравятся. Но то это, я вижу, какую-то проблему мне творс немножко линяет, но, возможно, это просто пара непроклеенных волосин, потому что в целом я довольна. Это очаровательные снежинки, ну просто милота, прелесть и очарование, все в одном, все в одном. Пять! Интересно, что же там будет, и что это, я пока не понимаю, неужели это подводка белого цвета? Нет, я его тогда не верю. А, это фиксирующий гель для бровей, и посмотрите, какая красота! Рождественский, новогодний гель для бровей, ну просто прелесть, мне так нравится этот декор. Есть кто-то, кто со мной не согласен? По-моему, это круто. Ну, давайте найдем цифру 6. Она здесь, и она достаточно большая, по-моему, самая большая цифра из всех, что мы сейчас открывали. И здесь у нас, ух ты, там, по-моему, большой... А, это пудра для лица. Вот за что мне нравится этот календарь Essence? Ну, во-первых, за то, что они стоят дешево, во-вторых, за то, что даже сейчас уже, вот если, например, дальше будет какая-то хрень, мне уже будет не так сильно обидно, потому что я получила, правда, неплохие продукты. И еще мне даже дали прозрачную для транспарантного пудру для лица, это потрясающе, очень хорошо, очень хорошо. Еще и каждое изделие выполнено в рождественском стиле, чтобы ты сразу понимала. Ага, вот помотка не со стойки, а она, блин, в адвент-календаре у меня была, в рождественском. Круто! Я в таком восторге. Поехали дальше, цифра 7. Если честно, я вообще очень люблю смотреть видео про адвент-календарей, потому что я люблю все это распаковывать, и я люблю смотреть, как распаковывают другие, поэтому это наслаждение. И под седьмой цифрик у нас их традиционные новогодние, по-моему, это стикеры для ногтей. Да, ну, это вещь уже на любителя, но, опять-таки, я не вижу никакой проблемы в этой штуке. Для тех, кто хочет какой-то новогодний маникюр себе сделать совершенно элементарно самостоятельно, мне кажется, это неплохо. Но это не мой стиль, поэтому мне это не надо, но кому надо, тот будет счастлив и рад, что могу сказать. Вкусовщина, всем не угодить, это нереально. В общем, я сейчас приехала в офис, и пока у меня есть время, потому что я приехала раньше, и я хочу попробовать поправить мой макияж. И вообще, знаете, мне кажется, что абсолютно каждая девушка сейчас меня поймет. Спойлер. Косметика есть, а зеркала нет. Я думаю, достаточно очевидно, что в таких случаях на помощь приходят камеры телефона. Как меня это бесит, это очень неудобно. Просто согласитесь, что далеко не всегда удобно править макияж, когда у тебя телефон занимает целую руку, а зеркала нет. Но знаете что? Об этом позаботился. Текнофантом Вифлип. Одним движением руки смартфон превращается в маленькое, аккуратное зеркальце. А еще это изображение с максимальной детализацией. Макияж поправлен, и теперь можно сделать фото или видео без посторонней помощи или даже штатива. Кстати, посмотрите, какую красивую сумочку можно использовать для телефона. Она не только упрощает носку, но и дополняет стильный образ. Текнофантом Вифлип. С широким функционалом. Станет вашим помощником. Не только в удобном и быстром создании контента, но а также в подготовке к съемкам. Подробнее про телефон вы можете почитать по ссылке в описании. Ну вот и все. А теперь я бегу по своим делам. Тебя, конечно, очень сильно опаздываю. Цифра 8. Похоже на то, что будет еще одна кисть или какая-то... Ай, карандаш! И где-то оказался карандаш. Здесь у нас карандаш для чего? А, что, подожди, это не карандаш. Это что-то белое. Что это? А, это база? Так, а база для губ получается? Боже мой, это база для губ прозрачная. Ну, знаете, для чего нужна вообще база для губ в виде вот такого воскового карандаша? Короче, это штука, которая ты выходишь за контур, и сверху можешь на эту базу положить помаду, и будет менее заметно, что ты вышел за контур. На самом деле, это не самый актуальный сейчас продукт, и, по-моему, все уже давно поняли, что он не так уж и хорошо работает, то есть работает, но не то, чтобы он прямо вообще дико тащит. Но, в целом, это, правда, прикольная вещь. Она неплохая, хуже он точно не сделает. И почему бы не попробовать, например, это в адовом календаре, а потом уже сделать вывод, нужен тебе такой продукт вообще, в принципе, как тип продукта или не нужен? Во! Итак, ищем девятку. Здесь. Здесь у нас в девятке был шиммер для губ. Слушайте, ну, выглядит очень интересно. Я не знаю, что такое шиммер для губ, у меня такого никогда не было. Я подозреваю, что это обычный блеск, который типа с блёсками. Ну, типа, помню. Они сделали мандариновую отдушку. Эта мандариновая отдушка, это пипец. О, боже, какой он вкусный. Нет, я не должна есть это, это отстой. Мне не нравится есть губную помаду, мне кажется, это отстойная идея. Но это так вкусно. Он же этот мандариновый аромат, я не могу. А вот потом смотришь, такая вот, хвалишь продукты. А потом заходишь куда-нибудь в комментарии, вот вообще куда-нибудь. Ты пишешь, я всегда всем недовольна. А ну вообще никогда не довольна. А довольна только, когда я платила. Когда я платила, всегда я довольна, это правда. Но иногда, когда вещи хорошие, мне даже не обязательно платить. Я буду довольна, понимаете? Не всегда за деньги, да. Десятая цифра. Слушайте, это прекрасный этот календарь. Вот мы хотим вообще дальше его смотреть. Или так понятно, что он хороший? Ну, вот серьезно. Смотрите, ну, здесь были жемчуга. Ну, вот если ты хочешь себе сделать рождественский макияж, вот тебе в адвент-календаре, блин, жемчуга. Типа, это настолько необычная вещь. Я ни один адвент-календарь не распаковывала, что там были какие-то вот такие вот цацки. Типа жемчуга или стразы для лица. Но это же, блин, очень круто. Это реально вещь, которая далеко не всегда тебе нужна. И ты далеко не всегда ее пойдешь и купишь. Но если тебе ее подложат в адвент-календарь, ты реально, когда тебе захочется, просто вот увидела там, не знаю, какой-то референс, захотела, сделала, пошла. Да, красиво, круто, невероятно. Хочется, когда, конечно, моя косметика будет, у меня будут адвент-календари. Ну, где всячески видно, да, что тоже будет. Ну, типа, это не выброс, кстати. Ну, вот у меня будут хорошие адвент-календари. Я, по крайней мере, постараюсь, чтобы они были хорошие, чтобы люди вот так вот распаковывали. Ты такие, блин, вот ты молодец, хороший адвент-календарь сделала. Вот хочется к этому прийти. А тем временем цифра 11. Да, кстати, я планировала пустить косметику в следующем году. Ну, вообще планировала в этом, но немножко не сошлось по времени, поэтому ждите. Она, типа, будет обычная, чуть ниже среднего по цене сегмент, поэтому кому-нибудь хватает на бездну, хватит на косметику. Кстати, бренд Бездна – это мой бренд одежды, так что заглядывайте на сайт в Телеграм и в паблик ВК. У нас там пополнение коллекции и манго выходит на секундочку. Бейш-я Мэри Крисмас, бейш-я Мэри Крисмас, бейш-я Мэри Крисмас, бейш-я Мэри Крисмас. Хэппи Нью Ерк. Так, а здесь у нас... Щеточка для брей. Что сказать? Вещь полезная, нужная. Мне всегда нужны вот эти вот штуки. Щеточки для брей всегда полезны, даже если они уже есть, потому что они всираются, мыть их неудобно, поэтому, когда они есть новые, это лайкс. Так, поехали дальше. Сифрэш сколько у нас там, 12, да? О, я только сейчас заметила, что, оказывается, если ты отворачиваешь вот эту вот штуку, то здесь информация о том, как использовать продукт. Сейчас, на 12-й... Это стиран, если я не сломаю. Блин, я его сломала. Хотя, что черный, а, это прям... Слушайте, в каком-то обмене ткани репа Мэйвелин, который я в этом году уже распаковывала, был похожий оттенок, и я его очень хорошо хвалила, потому что это буквально темный такой коричнево-бордово-черный. Очень красивый цвет. Здесь он тоже такой же красивый, но просто смотрите сами. Прям вообще то, что надо. Мне нравится. И цифра 13. Большая. Что это? А, это какая-то миниатюра, видимо, крема для лица. А, это фейс-маска. Это масочка для лица. И это такая, знаете, маска, которая ты наносишь на свое лицо, она превращается в пленку, и потом ты так вот ее сдираешь. Они одно время были очень популярны, и потом я вообще перестала видеть, чтобы кто-то этим пользовался, кто-то это рекламировал, или кто-то это продавал. Ну, почему нет? Я уверена, она будет какая-нибудь прикольная золотая маска. Кайфовый продукт. В рамках вот этого потрясающего данного календарейса. Там все было в этих масках, я бы только не сказала. Цифра 14. Айлайнер стемпс? Что? Подождите, это то, что я именно думаю? Чего? Охренеть! Это трафареты для стрелок. Блин, мне после этого надо бы убегать и ехать по делам. Я не знаю. За вам с родителями. Поли, на винограднике. Вот я не уверена, что я хочу это протестировать сейчас. Но тема очень крутая. Если я не забуду, я это протестирую в этом видео, когда я вернусь вечером. Ну, просто чтобы, если что, не переделать макияж. Мать, мне точно не хочется сегодня. Но если нет, то, ребят, в Телеграме точно протестирую. Вообще, 100% тогда выложу. Возьму их даже с собой в Японию. Вдруг они окажутся крутые. Я в восторге. Это же вообще. Шаблоны не для бровей, а для листрелок. Крутяк! И следом была цифра 15. Достаем. Судя по всему, здесь будет еще одна кисть. И... Нет, это не кисть. Это белый каял. Белый каял. Серьезно? Белый каял. Охренеть. Так еще и рабочий. Полезная вещь. Цифра 16. Кстати, в этом видео я еще не говорила, но моя любимая цифра это 17. Поэтому я надеюсь, что 17-е число будет очень классное. Как у вас не вернула цифра? О, май, май, май. Такой крабик. Смотрите, какая прелесть. Значит, это у нас крабик. Розового цвета, который был прилеплен на вот такую вот штуку от непосредственно эсэмсона. Ну, в целом, что я могу сказать? Крабики от себя хорошо. Даже сейчас волосы уберу. Заодно посмотрим, насколько хорошо он справится с тем, что он нечестно башке. Волос почти нету. Вот и краб мне такой подойдет. И да, он прекрасно все зафиксировал. Класс. Хорошо получилось убрать волосы. А я даже не старалась. Прикольно. Эх. Афир цифра 17. Любимое число Абу Мелисы. Открываем. Что ж там будет-то? В суде по упаковке будет какая-то тенюха. Пляшечка. А-а-а. Вот так вот открываешь любимое число, а там хайлайтер. И радуешься жизни. И посмотрите, еще и текстурный. Красивый. В упаковке новогодний. Ну, что за прелесть, прелесть, прелесть. Рутяк. По-моему, это первый данный календарь в этом году, который меня не разочаровал на цифре 17. Они вообще в этом году меня как-то не особо радовали. Смотрю, что будет по 18. Что это? А-а-а. Смотрите, это была пилочка, которая в форме сердечка и с глиттерами. Причем вот пилка, естественно, часть не так отблестит, потому что очень было бы странно. Когда я это достала, это выглядело вот так. Понимаете, да? Степень очарования. Очень мило. Достаешь. Здорово. Еще круто то, что они не просто эту пилку запихарили в свой адвент-календарь, а прям положили ее вот в такую пластиковую штуку. Честно, лучший адвент-календарь в этом году. Не знаю, какие будут еще, какие будут проверять, но вот этот просто невероятно хорош. Ставлю ему 10 лайков из 10 даже на этом этапе. У меня уже были адвент-календарь, в котором были пилки, но они были просто вот так вот накиданы из серии вот тебе пилка, бери как хочешь. Здесь они даже пилку, понимаете, упаковали. Гений. 19. В упаковке, судя по всему, это будет помадка. Почти угадала. Это не помадка, это блеск. Шиммерный. Еще один блеск. По запаху такой же, как вот тот, который был у меня до этого. Хорошо. Окей, цифра 20. Походу еще одна кисть. Открываем. И здесь была вот такая вот скошенная кисть. Это вообще кайф. Скошенная кисть вещь полезная, и мне нравится то, что они подобрали даже кисти не всталковые, а правда по существу. То есть кисть для базового нанесения теней, которые еще и хайлайтеры, ну в теории можно, да, там сделать. Кисть получается скошенная и кисть для бровей. Это прям реально супер крутой набор. Возможно будут еще кисти, но даже так это очень здорово, и то, что они еще и в стилистике нового года. Просто балдеж. Теперь у нас какая-то цифра. Цифра 21, она была прям следом дальше. И в 21 числе полезная вещь, учитывая тот факт, то, что у нас было это два лака для ногтей, это топпер. Честно сказать, топ нужен. Давайте его прям понюхаем, насколько он вкусно пахнет. Это же интересно. Ну, он воняет, но я готова ему это простить. Нет, он прям бесспешно воняет. Ну, пофиг. Подожди, он же матовый? Дааа, это матовый топпер. Капец. Короче, давайте ради эксперимента сейчас нанесем матовый топпер на какой-нибудь мой палец. Посмотрим, насколько он будет матовый. Нанесла, сушим. И посмотрим, на сравнение работает или нет. Смотрим, насколько будет отличаться этот палец от всех остальных. На средний палец нанесла. И вот, правильно, это был глянцевый, а это получается с матовым топпером вот так вот выглядит мой ноготь. И, кстати, он уже практически на 100% засох. Но мне больше нравится глянцевый эффект, но матовый тоже прикольно, особенно, наверное, с черными погрызными ногтями. Выглядит прям, ну, что-то набогато. На, обгрызну. На, богато обгрызну. 22. Glitter eyebrow? Что это? Что за glitter eyebrow? Это маленький пинцетик глиттера. Это маленький пинцетик глиттер, который был в отдельной упаковочке еще полностью закрытой вот этой штукой. Офигеть. Короче, честно, я не знаю, где купить адвент холересенс. В Германии-то они на каждом шагу, это понятно, но, возможно, вы же, кстати, живете в Германии. Кстати, интересно, как много подписчиков смотрят меня, которые живут в Германии. Если кто-то вдруг живет в районе Северной Рейн-Вестфалии, вы можете мне даже написать куда-нибудь, например, в директ. Возможно, мы как-нибудь даже с вами с кем-нибудь увидимся, потому что я здесь бываю часто. И достаточно часто мне здесь бывает скучно, потому что все мои друзья, которые живут в Германии, они живут в других их землях, и мы никак не притекаемся. Только если специально не ехать, типа из серии, знаете, 5-6 часов на поезде. Нет. Ладно, цифра 23. Очень большая упаковка, 23 номер. Серьезно. Я не буду это осуждать, но мне кажется, после вот такого вот гениального наполнения класть в 23 номер 2 патчи под глаза, ну... Ладно. Это было исключение, а должно быть. Цифра 24. Что же там? А, и полуразмерный блеск для губ. Масло для губ. Пока что выглядит не так интересно. Все-таки тени были кручные. Я понимаю, что уже вообще в рамки бюджета не входит. Но может, нам круто пахнет? Просто рекомендую. Если вы видите, в подарок вот такой подарок будет. Вот серьезно. Не говно. Мне нравится. Как вам этот календарь нравится? Не нравится? Как вы думаете, здесь что лишнее, что не лишнее? Все ли вам здесь нравится? Или, возможно, вы были бы чем-то разочарованы? Всем пока смотреть другие видео. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, блог из Токио получается? Субтитры сделал DimaTorzok